Что будет в новом выпуске Дочь Посла? Прежде всего не забудьте поставить лайк нашему видео. Порядка, к которому привык Мелек, больше нет. Когда его мать была рядом с ним, все внимание было на нем. Всю свою жизнь Наре посвятила дочери и проводила с ней каждое мгновение. Он обо всем говорил со своим ребенком и старался преодолеть вместе с ним каждую дорогу. Санджар не сможет этого сделать, даже если захочет, ведь Мелек не единственный человек в его жизни. Да, он самый важный человек, его дочь, его все, но у Санкара есть компания, которой нужно управлять, люди, которых нужно защищать, и синие, которые быстро катятся во тьму. Сейчас мы можем сказать, в чем важность Мави, но в характере Санкара Эфи нет никого, кто подведет, и он дал Мави обещание. Да, другой человек не требовал от него такого, но Санджар хочет что-то сделать, чтобы хотя бы немного справиться с чувством внутри себя, а поскольку он видел, что Мави больше всего нуждается в помощи в этом плане, это было неизбежно. Чтобы он повернулся в этом направлении. В этом случае интересы разделились, и Мелек не хочет с этим мириться, тем более, что видеть отца рядом с Мави было для него последней каплей. Хотя он уже скучал по Наре, каждый миг замыкаясь в себе, когда он увидел своего отца рядом с Мави, он сказал дедушке, отведи меня к моей матери. Сказал он. На самом деле это был своего рода крик о помощи. Мелек нуждается в матери, потому что она не хочет оставаться одна. Несмотря на то, что все вокруг заботились о нем, он действительно начал мысленно сравнивать. Раньше у него не было отца, мать каждую минуту была с ним рядом, теперь у него нет матери, наоборот, он хочет, чтобы отец был с ним. У него не было намерения делиться, особенно с незнакомцем, поэтому он побежал к Гувену. Не знаю, вернется ли Мелек к матери, но этот ребенок сейчас находится в состоянии повышенной готовности и думаю, ему нужна профессиональная помощь. В противном случае ему не удастся легко выйти из депрессии, в которой он находится. Чем болезненнее ситуация, в которой находится Мелек, тем болезненнее будет новое раскаяние Санджара. Если бы сейчас все было нормально, я бы однозначно обвинил Санджара. Я бы подумала, что он оставил дочь в покое и говорит все, что хочу, но ничего нормального Санджар, как и Мелек, переживает очень трудный период. Санкару приходится нелегко, сначала уход Нари, затем смерть его дорогого друга, и, оставшись наедине с тем, что они оставили, Санкар Эфи не смог спасти ни Гегиза, ни Нари. Он хочет простить женщину, которую называет «моей жизнью», но на этот раз он не настолько зол, чтобы прощать ее. Я всегда говорю, что в глубине души он знает, почему она ушла и почему он больше не может этого терпеть. Поэтому он всегда так говорит, я не смог их защитить. Санкару будет нелегко справиться с выпадением волос Мелек и незнакомцем, рассказывающим ему о ситуации, в которой находится его дочь, в то время как он все еще не справился с болью. Мы более или менее знаем его характер. Она автоматически начнет винить себя, и в этом случае, если Мелек будет очень настаивать, ее, возможно, даже уговорят отослать дочь к матери, чтобы она была счастлива. Хотя было очевидно, что он пережил это в последнее время, ему предстояло гораздо более тяжелое испытание, которое приведет его на дно. Санкар живет с раскаянием, которое растет с каждым днем и захватывает его душу. Думаю, он не сможет справиться с этим так, как раньше. Разве не поэтому он не рассказал Мави всего? Он открыл свое сердце и выразил всю внутреннюю боль. Это было не просто годовое облегчение, это было похоже на то, как будто мы сняли тяжесть всей жизни, и мы увидели Санжара более расслабленным. Объясняя свою боль, он увидел, что другой человек тоже страдает от большого горя, поэтому захотел ему помочь. Поскольку он принес в жертву своих близких, причиняя сильную боль, он не позволил бы этому случиться с кем-либо еще, но я думаю, этого не произойдет. Хотя Санжар хочет помочь Мави по-своему, похоже, он также будет его самым большим сторонником. Как мать, только что потерявшая дочь, она увидела кризис, в котором оказался Мелек и немедленно вмешалась. Санжар ни в коем случае не смотрит на ситуацию так, как Мави, потому что она не мать. В этом случае женщины могут быть более подробными, что и произошло. В этом отношении он будет самым большим сторонником Санжара. Мави, видя ситуацию Мелек и держа Санкара за руки, пока она боролась сама с собой, дала мне такое представление. Может быть, душа Санжара нуждается уже не в том, чтобы кого-то спасти, а в том, чтобы спастись. Давай поговорим о Мави. С каждой неделей мне кажется, что я знаю и люблю ее все лучше. Прежде всего, он не из тех людей, которые прячутся за своей болью и плачут. Хотя до сих пор остается загадкой, почему она хочет поехать на кос, насколько я понимаю, это женщина, которая совсем справилась сама и стоит на своих ногах. Например, несмотря на все, чем он поделился с Санжаром, он не обратился к нему за помощью. Он нашел решение и реализовал его. Что мне понравилось еще больше, так это то, что он не заставлял никого сомневаться в том, что он делал или пережил. Надеюсь, так и будет продолжаться, мне это очень понравилось. Конечно, каким бы сильным он ни был, боль от того, что внутри него находится ребенок, время от времени его избивает. На прошлой неделе я сказал, что ему будет нелегко оказаться на том же месте, что и Мелек. Матери, похоронившие своего ребенка всего 8 месяцев назад, должно быть очень, очень трудно быть с кем-то того же возраста. Каждый раз, когда он смотрел на Мелек, я видел разочарование в его глазах по ту сторону экрана. Пока эти короткие мгновения продолжались, я снова оказался в состоянии нервного срыва. Как вы понимаете, Халиси заговорила, и естественно, мои нервы вышли из-под контроля. Не говоря уже о вмешательстве в жизнь собственных детей, он снова вышел за пределы своих возможностей. Теперь, когда мы посмотрим на это с ее точки зрения, мы можем сказать, что она мать, пытающаяся защитить своих детей, но, как вы знаете, единственным приоритетом Халиси являются не ее дети. Когда дело касается семьи, особняка, имени, он может бросить в огонь своих самых близких людей, не моргнув глазом. Теперь он начал видеть в Мави опасность. Было бы ложью, если бы я сказал, что не начал беспокоиться о Мави, зная, что они сделали с Нари раньше. Да, он очень хорошо поставил Халиси на место, но понял ли это другой человек? Я искренне в этом сомневаюсь. Я просто хочу надеяться, что он не попытается снова зайти слишком далеко, как делал это раньше. На этом наше видео «Дочь посла» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео. Пока.